Как обычно в это время мы говорим о главном за неделю с вами Ирина Субеева здравствуйте 40 долларов за баррель цена на нефть 65 рублей курсы доллара и инфляция почти в 5 процентов Такие данные использовались при формировании бюджета Татарстана на будущий год В результате в проекте заложен дефицит в 7,6 миллиарда рублей О параметрах главного финансового документа республики говорили на совещании в правительстве и на парламентских слушаниях Конечно он такой какой он есть Есть задачи, есть масти указы президента по социальной сфере Ведь 50 миллиардов идет на образование, на здравоохранение, на медицину И в принципе это согласуется с теми вызовами новой экономики О которых мы уже говорили Потому что образование, если это не делать, то как раз прогнозы Минэкономы развития и будут сбываться постепенно С этой точки зрения Конечно, естественно, было бы лучше, если бы инвестиционная составляющая бюджета на развитие экономики была выше, чем сейчас заложено Но я думаю, дело в том, что это все, что республика может на сегодняшний день себе позволить по этой части Но кроме этого, вы знаете, социальный бюджет и доходы в образовании, здравоохранении и так далее Это ведь основа и для развития предпринимательства Потому что когда у людей есть доходы, значит они могут идти в магазины, покупать что-то и так далее Не зря прогнозируется рост производства пищевой промышленности где-то на 4% в год Достаточно высокие темпы роста ожидаются И естественно основой этого является та социальная среда, которая в принципе зависит от бюджета Ну все связано в экономике, вы знаете Поэтому думаю так В принципе наличие дефицита в бюджете это нормальная практика и российская, и мировая А покрывать его будут так же, как в прошлые годы за счет кредитов федерального центра Увеличена предельная величина кредитов в 103 миллиарда Но сейчас уровень кредитов, ну как бы долга Татарстана около 95 миллиардов рублей В принципе это достаточно много Это половина доходов годовых нашего бюджета Но с другой стороны в принципе я думаю это правильно Конечно же налог на прибыль является таким фундаментальным источником дохода для Татарстана И в будущем его роль будет увеличиваться, потому что ожидается рост прибыли по республике в промышленности Ну естественно это негативно, когда что-то забирают, это всегда негативно С другой стороны это отражает наверное те процессы, которые происходят в целом в экономике страны Ведь почему было принято такое решение То что в Москве у федерального бюджета уже значительно больше проблем, чем у республиканского То есть тот дефицит, который вы назвали и есть решение как его покрывать Это не такая большая проблема в общем-то, она решаемая Но у федерального бюджета значительно больше проблем и это только подтверждает Очевидно, что уже было заявлено, что субсидии регионам будут снижаться То есть они останутся для выравнивания каких-то диспропорций, для решения каких-то существенных проблем Но для развития регионов, которые развиваются может быть чуть более успешно, чем другие, например Татарстан Очевидно, что финансирование федеральное будет снижаться То есть скорее всего сейчас задача максимально снизить какую-то социальную напряженность И вот немножко такой шаг видимо будет сделан Дальше будем надеяться, что ситуация будет справляться Но повторяю параметр 40 долларов за баррель Он при определенном развитии событий может быть изменен, то есть цена может быть выше И тогда возможно дополнительные доходы как раз позволят реализовывать эти проекты Но это же по ходу года мы увидим Казань – город здоровья и креативных идей А еще здесь должен появиться Центр российского кинопроизводства В понедельник в столице республики подводили итоги первого года работы Стратегии развития Татарстана 2030 Послушать доклады приехал Алексей Кудрин Под чьим руководством собственно и был разработан документ Собравшимся также был представлен еще один план Стратегии развития Казани до 2030 года О том, как планируют повышать качество жизни узнавала Елизавета Саляхова Открытие образовательных и молодежных центров Строительство школ, детсадов и спортплощадок Создание инфраструктуры активного отдыха, парков Все социальные объекты появляются в рамках стратегии развития республики Но основной упор на экономику Даже в столь трудное время объемы производства растут На территории моногородов проживает более 1 миллиона жителей И вопрос модернизации экономики этих городов является для нас особенно актуальным Большим подспорьем в этом вопросе является строительство промышленных парков На сегодняшний день в республике уже существует 52 промышленные площадки муниципального уровня К 2020 году должно быть 100 площадок Это очень интересный опыт, абсолютно правильный Я думаю, что мы можем использовать его в России И я даже еще более глубоко погружусь в этот опыт, чтобы перенести в ту большую стратегию развития России Над которой сейчас работает Центр стратегических разработок В столице стратегию 2030 видят по-своему Из 42 задач упор делают на 4 проекта Один из них – Казань, как город здоровья Половину жителей хотят приобщить к спорту А продолжительность жизни увеличить до 70 лет При этом другой проект предполагает развивать креативное пространство в городе В том числе и за счет привлечения деятелей искусства Так Казань могут сделать столицей российского кинопроизводства Но у этого плана могут быть и слабые стороны Наши слабые стороны и риски будущего – неуправляемая миграция Все еще низкое качество образования Неконкурентный уровень заработной платы И, как следствие, утечка мозгов Первые шаги стратегии развития Татарстана Показали продуманность программы Ровно через год Встреча в том же составе Елизавета Саляхова, Рушан Ганудинов, Новости Татарстана Документ, который дает видение Социально-экономическое развитие республики до 30-го года Направлен он на то, чтобы четко определиться С целями развития С направлением достижения этих целей И с возможными механизмами, технологиями, которые сопутствуют достижению Вот это главное Это не есть документы, расписанные четко по детальным цифрам Это есть стратегическое видение И задача уже в дальнейшем, когда в стратегии принято Расписать основные позиции стратегии по системе Программ, отраслевых, территориальных и так далее Стратегии – это видение Реализация стратегии в нынешнем году Идет на уровне базового сценария То есть 2,5% роста голового регионального продукта В отдельные месяца Рост был даже больше Поэтому на уровне базового сценария С учетом тех условий, которые стратегия не смогла В достаточной степени определить Это усложнение макроэкономической ситуации Но даже в этих условиях На уровне базового сценария Идет выполнение основных показателей этой стратегии Наверное, она не могла предвидеть Всего разворода этих кризисных явлений Но тем не менее Мы сейчас видим, что мы входим в один из сценариев Этой, так сказать, стратегии В один из сценариев мы вошли Экономика в какой-то степени стабилизировалась Это связано с рядом макроэкономически Мы сейчас видим и цена на нефть, и соответственно Курс рубля и так далее Но это не говорит о том, что мы ушли от этих Значит, макроэкономических рисков Я должен был даже так сказать Что, наверное, говоря о проблемах Вот этой стратегии Проблема введения макроэкономических рисков Международной кооперации Интеграция, это остальная система Международной кооперации Промышленная, производственная, финансовая И так далее Это является огромной проблемой Ну, в существенной степени, наверное, в деталях Ее решить даже невозможно было Невозможно Очень сложным прогнозировать Я даже сказал так В условиях отсутствия стратегии Общероссийской Составлять такую стратегию на уровне региона Еще гораздо сложнее Безусловно Нет рядом стратегии разве других регионов Татарстан пошел первым И как в этих условиях Когда ты не имеешь стратегии Стратегия до 30-го года Общероссийской Не имеешь аналогичной стратегии регионов Как можно какой-то вектор взять Это был мощнейший толчок И руководство федерации И других регионов Но ведь надо заниматься стратегическим Значит, управлением Стратегическим планированием Программированием И так далее Это был толчок Я думаю, заслуга стратегии Что она подтолкнула этот процесс И мы сейчас видим, так сказать Я уж не скажу, что задача федерального центра Это не входило Но посмотрите, как долго откладывалась эта задача В составлении аналогичной стратегии Сейчас она вставляется Ну, конечно, было бы легче Татарстана Если бы контрфедеральной стратегии был бы Если бы пакет Или параллельная разработка Соответствующих стратегий В регионах велась Ведь не случайно Когда мы обращаемся к стратегии Как прописана там Межрегионная кооперация Это проблема была для стратегии Потому что рядом таких документов не было Как прописана, так сказать Место Татарстана Международная кооперация Но ведь рядом Федерального документа нет Конечно И вот эти риски, они будут сопутствовать. Другое дело, что стратегия Татарстана позволяет это скорректировать по мере разработки и применения соответствующих документов на федеральном и на региональных уровнях. В Росреестре подводят итоги декады пожилых людей. Ведомстве провели горячую линию и, как выяснилось, пенсионеров больше всего волнуют вопросы, связанные с государственной регистрацией прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В частности, люди спрашивали о нюансах при оформлении договоров дарения. Дарение – это сделка. То есть, следует сказать, что это двухсторонняя сделка, в результате которой одна страна обязуется подарить определенную вещь, либо какое имущественное право другому лицу. В первую очередь, следует отметить, что это сделка безвозмездная. Подарить можно, как я уже сказал, любую вещь, то есть это движимое, недвижимое имущество. В том числе движимое, да? Да, в том числе движимое, конечно. Движимое, недвижимое, в том числе право требования, то есть, например, от застройщика по договору долевого участия. То есть также может быть предметом договора дарения. Все, что касается недвижимости, все, что касается нашей темы, то есть здесь предметом могут выступать любая недвижимость, семейные участки, квартиры, комнаты, гаражи, сады, дачи, участки, то есть все, что угодно, нежилые помещения. Ограничения определенные есть, но что касается суммы, то есть если говорить о сумме, пределах, лимитах, количестве, то такого нет. Если ты собственник, соответственно, ты можешь дарить, вот как вы сказали, там, одну одному хочу подарить, второму треть, то есть в принципе ограничений таких нет. Есть определенные запреты, которые устанавливает гражданский кодекс, то есть что именно, то есть от кого и между кем, то есть как бы вот так поставим вопрос, не в плане суммы, а именно между кем, то есть, например, запрещается дарение между коммерческими организациями, то есть одна коммерческая организация не может подарить другой, она может подарить, то есть организация может подарить физическому лицу, точно так же, как и физическое лицо кто может подарить организации какое-то имущество. Но между двумя коммерческими организациями дарение невозможно. То есть существует также запрет на дарение от имени малолетних либо недееспособных граждан. Еще один запрет, это запрещается дарение работникам медицинских учреждений, если у них на излечении находится, то есть именно от имени больного, который находится у них на излечении. То есть он не может дарить работникам, а также его родственники не могут подарить работникам лечебных учреждений. Любую сделку можно оспорить. Про любую сделку в судебном порядке можно говорить, что есть определенные нюансы, то есть, допустим, есть скрытые нюансы, которые стороны не знали на момент совершения сделки. Но говорить о том, что именно эта сделка будет оспорена, нельзя. То есть если все было юридически правильно оформлено, если, соответственно, на момент дарения бабушка находилась, была вменяемой, в здравом уме и твердой памяти, совершала сделку, понимала результат своих действий, то такую сделку оспорить будет достаточно трудно. Я бы даже сказал, практически невозможно. Практически невозможно, потому что если нет каких-то мотивов, влекущих именно оспоримость этой сделки, то, соответственно, эту сделку оспорить нельзя. Но это будет, опять-таки, устанавливать суд. На данный момент, если право зарегистрировано, оформлено в надлежащем порядке, то на сегодняшний момент одаряемый является законным собственником этой недвижимости. Семь участников нелегальной группы запрещенной в России Международной религиозной экстремистской организации Таблиги Джемаат задержаны в Татарстане. Сотрудники ФСБ, полиции и Следственного комитета провели одновременные обыски по 39 адресам в разных районах республики. Казань, Челны, Альметьевск, Казнакаево, Рыбная Слобода, Сабы, Кукмар. Это география пребывания 34 активных членов запрещенной в России религиозной группы. Обыски проходили в рамках расследования уголовного дела, возбужденного неделю назад в Автограде. Оперативники изъяли книги, брошюры, блокноты, кассеты экстремистского содержания. На кадрах видно, что печатная продукция предназначалась и для дальнейшего распространения. Группа известна пропагандой агрессивного и нетрадиционного ислама. Ее приверженцы вербовали прихожан в разных мечетях республики. После обыска были задержаны семь лидеров нелегальной организации. Помимо книг, изъятые технические средства, телефоны и компьютеры. И еще полицейские задержали жителя Казани, который подозревается в пособничестве терроризму. По оперативным данным, 36-летний мужчина являлся сторонником радикального ислама, контактировал с участниками запрещенной в России террористической организации ИГИЛ и даже оказывал им финансовую помощь. Более того, сам планировал совершить теракт на одном из казанских заводов, но был вовремя остановлен сотрудниками спецназа. Появление спецназа оказалось для подозреваемого полной неожиданностью. О каком-либо сопротивлении не могло идти и речи. Хотя, как оказалось, в квартире находилось немало различного оружия. Поняв, что скрывать что-то уже бессмысленно, хозяин указал, где хранил свои боеприпасы. Патроны где? Четыре патронов парабеллума. Плюгер, да? Да. Где они находятся? Рука вперед. В комнате пачки не используя. Сядь. Двух патронов 9 мм, 9х19 парабеллум и маленький вот этот самодельный, что игрался уже. При обыске у мужчины были изъяты патроны, поражающие элементы для самодельного взрывного устройства и радиостанции. По информации полицейских, подозреваемый поддерживал активные контакты с участниками запрещенной в России группировки ИГИЛ. Отправлял им деньги, которые в дальнейшем использовались для осуществления террористической деятельности. Кроме того, выяснилось, что мужчина сам задумывал совершить теракт в столице Татарстана. Подписываться не надо? Подписываться, конечно, надо. Ламинию вести. Так. В отношении задержанного было возбуждено сразу два уголовных дела за подготовку теракта и финансирование терроризма. На время следствия он был заключен под стражу сроком на два месяца. Андрей Шульга, новости Татарстана. Помешать распространению экстремизма на территории Татарстана поможет создание в Болгаре крупнейшего исламского научно-образовательного и духовно-просветительского центра России. Что и как будут преподавать в Болгарско-Исламской академии первых студентов здесь готовятся принять уже в следующей осени. И пока на объекте идут отделочные работы, ученые утверждают учебные планы и рабочие программы. Ожидается, что открытие этого заведения будет означать начало возрождения отечественной богословской школы. И это будет принципиальным отличием академии от учебных заведений. Готовящих теологов и исламоведов в Духовном управлении мусульман Татарстана считают, что именно с появлением Болгарско-Исламской академии начнут функционировать все структуры, которые необходимы для полноценной реализации системы исламского образования. Начальный уровень исламского воспитания в республике сегодня представляет собой курсы, которые действуют при мечетях. И в девяти медресе более трех тысяч шакирдов получают среднепрофессиональное образование. Болгарская же Исламская академия будет готовить специалистов высшей научной квалификации. То есть у нас в Татарстане вырабатывается, выработалась уже система образования. У нас есть начальное религиозное образование, где каждый из нас его может получить при мечетях, где есть воскресные школы, приходя вечером или по выходным, или днем, вне зависимости от своего времени, где они получают начальное религиозное образование. После идет уже средний класс, среднее религиозное образование. У нас в Татарстане девять медресе, полностью по республике. Они находятся, где также каждый желающий может. Далее идет уже Российский исламский университет, который готовит специалистов с высшим религиозным образованием. И потом уже идет академия. То есть вся эта система действительно создана для того, чтобы противодействовать экстремизму, чтобы наши парни и девушки получали правильное религиозное образование. Ни в коем случае не псевдорелигиозные группы, не псевдорелигиозное воспитание. Ныне определена группа именно по работе не только строительства академии, потому что мы все прекрасно понимаем, что здание это еще половина дела. Нужно туда вдохнуть душу, чтобы были студенты, чтобы были ученые. Здесь определена группа, определен лидер этой группы, который ведет. Они ведут ныне, разрабатывают дорожную карту, готовят планы, готовят учебные программы. И само собой у муфти, у Камиль Хазрата есть еще один заместитель профильный, который именно ведет религиозное образование, как Рафик Хазрат Мухаммедшин. То есть вот они и лидер группы, и Рафик Хазрат Мухаммедшин, они вдвоем ведут работу по этой академии, развивают стратегию, пишут программы. Если мы вернемся к преподавателям, то, конечно же, для статуса подобного учебного заведения, как мы можем видеть, международный опыт, в какой бы стране ни было, то есть как светский, так и религиозный, международные специалисты должны быть. В плане того, чтобы руководить данной академией, конечно, должен быть тот человек, который знает наши национальные традиции, который понимает наш менталитет, и который в правильном русле поведет это учебное заведение. У нас уже буквально с прошлого года, в течение прошлого года, велись курсы, где для этих курсов был приглашен шейх Ас-Сиадии, именно доктор исламских наук, которые проводили эти курсы, и подобные мероприятия, они будут продолжаться. То есть любой желающий может записаться по прохождению определенной комиссии, он будет приглашен на эти курсы. Академия, если мы будем рассматривать как сами научные работы, научные работы будут писаться на двух языках, на русском и на татарском, ну и, само собой, сам язык оригинала, это на арабском языке. Преподавание в зависимости от специалиста, если будет это арабка, который, к сожалению, не знает татарского языка, конечно же, те студенты, которые будут там учиться, те ученые, будущие ученые, которые будут там учиться, они уже понимают арабский язык, они уже на нем пишут, и, само собой, он будет преподавать на оригинале языка, на том, на котором был написан Кур'ан. В Нижнекамском районе деревню Алань хотят стереть лица земли. С таким предложением в Госсовет у Татарстана вышли местные власти. Жители уже давно бежали из своих домов, ведь земля, вода и воздух оказались отравленными нефтехимическими гигантами. Семьи получили новые квартиры в Нижнекамске, а на месте Алань чиновники предлагают развернуть новое промышленное производство. Наталья Лушникова побывала в ядовитой деревне. О том, что здесь когда-то была деревня Алань, уже ничего не напоминает. Нет ни домов, ни жителей, как, впрочем, и оснований для возобновления здесь проживания и жизнедеятельности людей. Причиной исчезновения деревни, основанной еще в 18 веке, стал разрастающийся быстрыми темпами Нижнекамский промышленный узел. К середине нулевых Алань оказалась в приграничной полосе санитарно-защитной зоны. Загрязнение химическими веществами воздуха и воды в местной речке превысило все допустимые нормы. Около 10 лет назад местные жители забили тревогу. Сколько нас будут травить? Звоним, смеются над нами. Смеются над нами. А мы здесь задыхаемся. Мы пенсионеры. Мы живем в деревне. А я вышел, дышать нечем было. И это каждый выходной. Вообще травят и травят нас здесь. И, видимо, совсем уже, наверное, я не знаю, противогаза нужно нам уже тут. Вчера даже ложиться спать мы боялись. Не знаем, думали уже звонить. Нужно это детям, чтобы нас эвакуировали отсюда. Эвакуации пришлось ждать более пяти лет. Наконец, в 2013 году оставшихся в деревне жителей переселили в новостройки на проспектах мира и строителей. Квартира хорошая. Зам большая. Прихожая хорошая. Большая. Кухня хорошая. Балкон. Истины. Окна. Пластиковые окна. Тепло. Предложение властей города об окончательном упразднении населенного пункта имеет ряд причин. Основная. На этой территории запланировано строительство новых промышленных объектов. А это значит, условий для жизни людей здесь нет и быть не может. Наталья Лушникова, Рафаэль Ракипов. Новости Татарстана. Это было «Главное за неделю». Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин